Ценовое ралли длиною в год. Стоимость квартир в Самаре увеличилась на 20-25%. Если до пандемии квадратный метр в новостройках в среднем оценивался в 60-65 тысяч рублей, то теперь в 75-80. Рост цен произошел во всех районах города от центра до окраин. Сейчас, как это часто бывает после резкого скачка, цены стабилизировались, они пока держатся на июльских показателях. Цены выросли в конце 20-го, начале 21-го годов, я бы сказал, беспрецедентно, потому что в такой короткий период времени и так сильно цены не росли, наверное, вот, ну давно, года с 14-го уже. У нас окраина города, если до середины 20-го года расценивалась в диапазоне в среднем, там в районе 45 тысяч рублей за квадратный метр, 50, сейчас цены ушли и до 65, и до 70 тысяч рублей за квадратный метр. Это как бы нормальный диапазон цен. Центр города у нас был в доступности до 100 тысяч рублей за этот период времени, средние цены ушли далеко за 100, и мы уже видим предложение даже и по 200, и по 215. По словам экспертов, рост цен спровоцировали как пандемия, подорожание стройматериалов, так и поддержка государства в виде льготной ипотеки. Люди поспешили снять деньги с депозитов, опасаясь кризиса, и стали вкладываться в недвижимость. В сентябре российские банки зафиксировали двукратный спрос на семейную ипотеку и ожидают, что этот вид кредитования станет самой популярной госпрограммой в последующие два года, если условия не пересмотрят. За первые полгода 2021-го по программам льготной и семейной ипотеки выдали кредитов на 959 миллиардов рублей, ими воспользовались 292 тысячи российских семей. Следом за новостройками подтянулся и вторичный рынок. Здесь тоже зафиксировали рост цен на 20%. Эксперты сейчас в ожидании спада. Три волны таких у нас были в восьмом году, в четырнадцатом году, и вот как бы сейчас цены поднялись до очень высокого уровня, и по-хорошему должны немножко откатиться назад. Но мы об этом еще говорили летом, и думалось, что закроется льготная ипотека, и тогда цены, ну, неизбежно упадут. Но льготную ипотеку правительство продлило, а людям нужно как-то сохранять деньги. Мне сейчас очень нравится выражение «припарковать деньги», потому что недвижимость, вне зависимости от ее колебаний по стоимости, все равно это сохраненные деньги. Однако с повышением ключевой ставки и ставок по ипотеке потребительский интерес начал угасать. По итогам третьего квартала этого года спрос на квартиры в российских новостройках упал на 25% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Это тоже должно подтолкнуть застройщиков к снижению цен на жилье. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События.